Доброе утро, добрый день. Сегодня у нас второе собрание нашей Финдии. Есть много гостей. Много гостей. Извините, микрофона нет. Хорошо. Много гостей сегодня. Для того, чтобы нам правильно провести собрание, нам нужно избрать председателя собрания, секретаря. По этому поводу у меня есть предложение в ведущие собрания председатель Рыбкин Александр Владимирович и секретарь собрания Люда Дикуль. Кто за это прошел по-говорю? Прошу занять свои места. Я очень вас прошу. У нас время до 13.45. В 14 часов начинается репетиция елочного спектакля, поэтому мы должны за это время, как говорится, все успеть сделать. Поэтому прошу о своих выступлениях быть лаконичными и покороче. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Хочу вас проинформировать, что в нашей организации на сегодня стоит 25 человек. Многие хотели подойти, но буквально в некий момент что-то заболело и так далее. То есть сегодня у нас отсутствует 7 членов нашей организации. Итого на собрании присутствует 18 членов организации. Соответственно, у нас с вором имеется, мы имеем право принимать решение. Погром, да? Погром, да? Погром, пожалуйста. Поближе, подсаживайтесь сюда. Да, ну вот я вас прошу, здесь вот я не даром, скажем, расширил места, скажем, здесь вот у нас будет член организации, дальше бойки. Соответственно, голосуют только члены организации. Бойки, пожалуйста, руки не поднимаем. Да, ну у нас сидели друзья, коллеги, поэтому хочется всем поближе. Я прекрасно понимаю, я думаю, сейчас вот мы проведем некую процедуру, то, что нам необходимо сделать для устава организации, чтобы наша организация была правополучна принимать решение. И, соответственно, потом мы все, когда будем уже выступать, можете все присесть, объединиться, поговорить и так далее. Ну и так, начинаем. В нашей организации сегодня состоит 25 человек, отсутствует по уважительным причинам 7. Итого на собрании 18 человек. Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание членов правомощна принимать решение. Я благодарю, если присутствует, сейчас. Спасибо, что пришли. Есть предложение открыть собрание, голосуют только члены. Не новые члены, которые мы еще не приняли за время, а только члены организации. Есть предложение открыть собрание, кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Общее собрание членов региональной общественной организации гильдии артистов. Такого выступа объявляется открытым. В начале нашего собрания я традиционно уже, наверное, хотел бы поблагодарить руководству театра. И лично Юрия Юрьевича Дурова за то, что он предоставил нам это помещение. И хочу сказать, что мы будем располагаться... Это не юридический адрес нашей организации. Юридический адрес организации будет располагаться по другому адресу. Седьмой коротковский? В этом не сейчас скажете, да. Итак, уважаемые коллеги, друзья, к нам сегодня поступило 10 заявлений с просьбой принять в члены гильдии. Я хотел бы вам перечислить эти фамилии, которые нашему сообществу известны. Это Маяцкая, Канарский, Лавин, Кудрян, Хотин, Макаренко, Борисова, Мушуков, Ковгар. Ионис Владимирович. Итого 10 человек. Таланин. Таланин уже... Так, я предлагаю проголосовать списком. Если есть какие-то другие предложения или возражения, есть? Нет. Нет. А кто за, прошу голосовать. Я за вас. Сергей Михайлович. Кто против? Я хотел бы потравить новых членов организации. Спасибо, что пришли, что неравнодушны. Итого в нашем сообществе, в нашей гильдии на сегодня стоит 35 членов. Отсутствует 7 членов организации. Итого у нас присутствует на собрании 28 членов организации. Соответственно, мы имеем право принимать все решения. Далее я хотел бы проинформировать всех членов нашей организации, вновь прибывших, о том собрании, которое у нас было, которое происходило 16 сентября. И о тех решениях, которые мы приняли. По первому вопросу повестки дня мы решили досрочно прекратить полномочия президента организации Костюка Леонида Ильича. По второму вопросу избрать на должность президента организации Кукиса Юрия Матвеевича. По третьему вопросу за члены правления организации Рызкина Александра Владимировича, Майкровского Бориса Евгеньевича, Шевченко Яну Станиславовну и председателем правления Кукиса Юрия Матвеевича. Четвертый вопрос избрать на должность ревизора организации Рызкина Людмилу Атаровну. По пятому вопросу поручили президенту организации Кукису Юрию Матвеевичу привести в порядок все учредительные документы организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По шестому вопросу решили утвердить на вступительные членские взносы в размере 1000 рублей и 400 рублей соответственно. В связи с тем, что у нас сейчас появились новые члены, я думаю, будет наиболее корректно и правильно, наверное, спросить их мнение. Поэтому я предлагаю и старым членам, и вновь нам приглашим проголосовать за те решения, которые были приняты на собрание 16 числа. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Против? Нет. Решение принято. Спасибо. Итак, коллеги, на ваше рассмотрение предлагается рассмотреть следующие вопросы повестки дня. Это изменение юридического организации, внесение изменений и дополнение в устав организации, утверждение устава уже с изменениями. Дальше. Государственная регистрация изменений. Также поступило у нас предложение поддержать инициативу Росгосцирка о присвоении к Орбору Андрею звания заслуженного артиста Российской Федерации. И по пятому у нас доклады, выступления, прения, обсуждения. Итак, кто за то, чтобы утвердить следующие вопросы повестки дня, прошу голосовать. Кто против? Решение принято единогласно. Далее, я говорил 16 числа на собрании, и сегодня хочу повторить номер расчетного счета, куда будут перечислять членские вступительные взносы. Мы вам сообщим дополнительно по электронной почте, а также все это проинформируем на сайте, на форуме rusircus.ru, там в форуме ГИМС. Я думаю, что все многие, в любом случае, его смотрят. Итак, переходим к следующему вопросу. Изменение юридического адреса организации, местонахождение нашей организации. Я думаю, сейчас нам расскажет юрист нашей организации, шерер Артем Валерьевич. У нас будет теперь юридическим адресом, то есть адресом для направления корреспонденции и формального нахождения председателя. Это 7-я Кожуховская улица, дом 20. Туда можно направлять свои письма, любые предложения. Они все будут получены раз вновь. В том числе, этот адрес будет использоваться для взаимоотношений с государственными органами и на другими контролирующими организациями. А неформально я нахожусь в театре. Какой дом? Ежедневно, кроме понедельника и вторника. Суббота, воскресенье я здесь. А вот и будут вопросы, я здесь с 10 часов до 4 часов дня. После прохождения государственной регистрации соответствующих изменений эта информация появится на бланке, в виде и на... Спасибо. Спасибо. Есть какие-нибудь альтернативные предложения? Нет. А кто за данное предложение, прошу голосовать, кто за. Кто против? Державшись. Воздержавшихся нет. Вещание принято. Спасибо. На предыдущем собрании мы говорили, что в связи с новыми изменениями в законодательстве, наверное, многие знают, что гильдия была организована в 2002 году, но сейчас, по прошествии 12 лет, некие изменения все-таки внесены в законодательство. Мы гильдию сейчас возобновляем, работу гильдию возобновляем. Соответственно, нужно отнести некие изменения с этой целью. Мы и, соответственно, внесли некие изменения. Более того, что вот этот устав, который мы опубликовали на форуме Рустыркуса и, соответственно, положили вам здесь, кто хотел, наверняка ознакомился с ним, и хочу вам сказать, что вот именно этот вариант устава, он уже прошел с голосованием Министерства. Если у вас есть вопросы по уставу, то вы можете задать Артему Валерьевичу, пожалуйста. Есть вопросы? Ну, есть там реплика. Да, ну, скажем, некие изменения. Да, вот слово «президент» изменить на слово «председатель», потому что, ну, «президент» как-то звучит совсем этичий. Сегодня в России это непротивление, если это не совсем. Да, поэтому в этом уставе, вот, скажем, такой у нас. Вопросы к Артему Валерьевичу есть? Нет. Итак, переходим к следующему вопросу повестки дня. Внесение изменений и дополнение и утверждение устава организации. Дополнительных у нас правов нет, предложений и вопросов нет. Нет, предложение изменить. Нет, оно уже днем. Да, кто за то, чтобы внести изменения устава организации, прошу голосовать. Кто против? Содержался? Нет. Решение принято. Третий вопрос. Поступило предложение поддержать инициативу Росбуд-цирка присвоение Андрея Куберу, звание народного артиста Российской Федерации. Я думаю, что мы все его знаем как одного из лучших и ведущих артистов данного жанра, циркового искусства. Поэтому, есть ли какие-то возражения, предложения? Давно пора. Давно пора. Отлично. Вот это самая культивая санкоража, которую я думаю, с этим согласен. Да, с этим согласен. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, потиже. Итак, прошу голосовать за данное предложение. Кто за? Кто против? И даже гости голосуют, просто замечательно. Кто против? Решение принято. Андрюша, мы тебя поздравляем. Мы будем стараться. Только как история. И чем быстрее это произойдет, тем будет лучше. Молодец. Следующий вопрос по обезке. Тюня. Ну, наверное, самый такой актуальный, который у нас сегодня есть и вообще, что происходит у нас в российском цирке и более, скажем, там, наверное, точно в российском государственной цирковой компании. У нас, да, у нас сегодня есть несколько человек, которые изъявили желание выступить с своими докладами. Ну, прежде всего, это народный артист России и президент, правда, на сегодняшний день президент нашей организации, Кирпик Куркис Юрий Матвеевич, также доктор в исповедении Макаров Сергей Михайлович, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Владимирович Камардин, народный артист Российской Федерации Шиншун Виктор Григорьевич, заслуженный артист в Российской Федерации Худря Павел Александрович, ну и другие. Я думаю, кто захочет выступить, дополнить, внести свои предложения, мы с удовольствием дадим, предоставим вам слово. Я только очень прошу во время выступления, чтобы у нас было все это организовано и правильно, чтобы все все услышали. Если кто-то хочет, пожалуйста, напишите свои записки или поднимите руки с целью там дополнить, или хорошо. Нет, ну тут еще у нас Ратианя Людмила Атаровна и Марина Маяцкая. Да, ну я как бы еще, да. Они уже заявили о себе, поэтому... Да, хорошо, хорошо. Я сейчас все еще не дочитал. Так, предлагаю утвердить регламент выступления, потому что у нас время ограничено, ну минут 5-7. Я думаю, что никто не будет против, если посчитать 5-7 минут на 8, то там получается в районе часа, поэтому 5-7 минут считаю достаточным. А кто заданное предложение, прошу голосовать. Возди жалкость есть, против нет, хорошо.